В этом видео вас ждут находки, которые способны переписать единую официальную историю человечества. Находка из серии «Такое бывает раз в жизни» – тайна запрещенной книги Еноха, Египет скрывает историю, кто хранился в свинцовых гробах и что за уникальная принцесса сохранилась до наших дней. Если вы такой же фанат археологии и любите читать, то я настоятельно рекомендую вам прочитать книгу «Сапиенс. Краткая история человечества». На самом деле эта книга не только про нашу историю. Автор рассказывает о событиях прошлого и о том, как они пересекаются с теми событиями, которые происходят в наши дни. Все, что происходит сейчас, уже когда-то было. Заказать книгу вы можете на сайте «Читай город». Только сегодня, 16 декабря, вы можете воспользоваться акцией «Везучая пятница» и получить скидку 30% абсолютно на любую книгу. Кроме этого, в интернет-магазине часто проходят акции и существует программа лояльности, где вы можете получить бонусы за покупку книг и использовать их для своей следующей покупки. Доставка работает по всей территории России. Можно сделать заказ в интернет-магазине и получить его в ближайшем к дому розничном магазине «Читай город» или в пункте выдачи. В интернет-магазине «Читай город» вы можете сделать предзаказ на любую книгу, которая еще даже не появилась на полках в магазине. Вы можете купить книгу с автографом автора или его пожеланиями. Если вы сегодня не успеете воспользоваться акцией, то по моему промокоду КИРТОП для вас будет действовать скидка 15%. Промокод действует на все товары, кроме предзаказа и помеченных, акции не распространяются. Срок действия промокода до 23 декабря. Все ссылки в описании под видео. А я продолжу рассказывать про новые находки археологов. Привет, друг! Ты на канале КИРТОП. Жертвоприношение в Дании В Дании, на острове Зеландия, археологи обнаружили останки человека, которого предположительно принесли в жертву. Ритуал, скорее всего, был проведен в эпоху неолита. Возраст находки более 5000 лет. На данный момент специалисты нашли кости ног, таз и фрагмент нижней челюсти с зубами. Пол жертвы археологи определят позже на основании тазовых костей, а возраст определят по зубам. Напомню, что у людей существует всего лишь два пола – мужской и женский, и отличаются они по тазовым костям. На то, что это было ритуальное жертвоприношение, указывает обнаруженный рядом кости животных и кремниевый топор. Болотных людей археологи находят по всему миру. Одни погибают во время несчастного случая, другие оказываются похоронены во время жертвоприношения. В древности люди считали, что такие жертвы силам природы помогут побороть голод и другие бедствия. Им казалось, что болото, всасывая человека, поможет народу. Хорошо, что сейчас человечество так не думает и во время глобального таяния ледников не приносит в жертву людей. Находка из серии «Раз в жизни» Уникальную и очень редкую находку обнаружили археологи в Британии в женском погребении раннего средневековья. Красивое жерелье состоит из 30 подвесок и бусин, сделанных из римских монет, золота, граната, стекла и полудрагоценных камней. Прямоугольная подвеска с изображением креста образует центральную часть колье и инкрустирована красными гранатами в золотой оправе. Примерный возраст этого богатства – 1300 лет. Не зря такие находки называют «Раз в жизни». Найти подобное украшение еще раз – практически невыполнимая задача. Раньше каждое ювелирное украшение производили в единичном экземпляре и использовали уникальное сочетание материалов. Интересно то, что ожерелье – это только часть коллекции погребального инвентаря. Находку прозвали «Сокровище Харпола» по месту ее обнаружения, и она является одной из важнейших находок Британии. В Британии находили подобное ожерелье, но все они сильно отличаются друг от друга. К примеру, в Нордгемптоншире в 1860 году нашли ожерелье Десбора, которое сейчас находится в коллекции Британского музея. На данный момент реставратор ищет следы органических остатков. Согласно древним обрядам захоронения, о которых я также уже рассказывал, в Англии женщин хоронили на кроватях, поэтому археологи пытаются найти остатки кровати. Скелет за это время полностью успел разложиться. Остались только крошечные фрагменты зубной эмали. Судя по украшениям, женщина была очень влиятельной в свое время. Она могла быть настоятельницей в храме или даже членом королевской семьи. Но если эту находку более-менее можно объяснить, то загадочную книгу Еноха объяснить не может никто. Тайна запрещенной книги Еноха В мире существует одна книга, которая считается запрещенной среди всех верующих. Все церкви в мире не хотят даже произносить вслух названия запретной книги. Эта книга хранит множество тайн и обросла большим количеством легенд. И сейчас уже сложно сказать, что было правдой, а что нет. Книга Еноха представляет собой апокриф, датируемый первым веком до нашей эры. Впервые верующие христиане узнали об этой книге в 18 веке. Тайное писание было обнаружено в составе Эфиопской Библии. Однако Папа Римский и все священнослужители запретили давать официальный статус древнему тексту и включать его в состав канонических книг. В книге содержится один из самых загадочных и спорных религиозных текстов в мире. Хотя в священно-писании на нее ссылаются апостол Петр, Тертулиан, Климент Александрийский и Ориген. И даже это не смогло сломить Ватикан и вынудить его не запрещать книгу. Автором древней книги является ветхозаветный патриарх Енох, седьмой потомок Адама. Он рассказывает совершенно о других событиях, которые стали причиной всемирного потопа. Возможно, эта информация смущает Папу Римского. В Библии упоминается, что Еноху было 365 лет, когда он попал на небо. На небе он узнал о царстве Божьем и получил знания, которые смог передать человечеству. После на землю спустилось множество ангелов, которые увидели красивейших женщин и взяли их себе в жены. В ответ на это Бог разгневался и решил смыть их грехи великим потопом. Уже тысячелетия люди пытаются понять смысл Писаний. Ведь если родились дети от связей ангелов и женщин земных, то они были настоящими великанами от 5 метров и более. Ангелы обучили людей создавать оружие и передали им тайные магические знания. Однако ничего хорошего с этого не получилось. Человечество лишь уничтожало друг друга. Бог, увидев, что происходит на земле, предупредил Ной о своем решении очистить землю от безбожников, оставив только праведных. Ангелов Господь отправил во мрак до начала Страшного Суда. Великаны сами уничтожили друг друга и стало то время началом новой человеческой эпохи. До сих пор знания, изложенные в этой книге, подвергаются тщательному изучению не только религиозных людей, но и ученых и даже обычных чтецов. Ведь прочитав эту книгу, возникает множество вопросов и теорий происхождения человечества. В этой книге указано, что Господь прибыл на землю из другого мира и населил ею людьми. Такая теория происхождения человечества не совпадает ни с одной из принятых в разных религиях. Эта книга в очередной раз получает статус загадочности и мистичности. Могила Сакского воина Давно не было находок из Казахстана, а там на самом деле тоже есть на что посмотреть. В этом году археологи нашли курган раннего Железного века, в котором было практически нетронутое захоронение Сакского воина, жившего в V-II веках до н.э. В яме были найдены фрагменты меча, украшенного золотом, золотые листья, одежды серебряного сплава и наконечники стрел. Останки воина лежали в деревянном ящике на глубине 3 метров. Согласно поверхностному анализу, мужчина был не молодой и не из царской семьи, потому что артефакты, обнаруженные в яме, указывают, что он был воином. Возможно, военачальником. О курганах в Алатоузском районе ученые узнали в конце 60-х годов. Их здесь было найдено 9 штук. О Саках ученым на данный момент известно немного. Как появился этот народ, как они жили рядом с кочевниками, каким был их образ жизни. Чем больше археологи найдут подобных захоронений, тем больше смогут узнать об этом древнем народе. А вот в Египте уже долгие годы власти пытаются скрыть официальную историю. Египетские власти фальсифицируют историю. Десятки лет археологи жалуются, что власти Египта не разрешают проводить раскопки. Они утверждают, что египетские власти выборочно отдают разрешение на изучение древнего мира. Получить разрешение практически невозможно. Только некоторым археологам из США удается получить доступ на место проведения раскопок. И то это не археологи, которые занимаются официальной историей. В основном это сотрудники неких секретных структур и тайных обществ. Как мне кажется, то это представители некой мировой элиты, которая хочет получить доступ к древним артефактам по всему миру. Как только в Египте удается найти нечто выдающееся, так сразу это место закрывают. В прессе не разрешают освещать события, а место раскопок становится под круглосуточным контролем полиции. Не зря вы слышали на моем канале историю о находках в Египте, но все они были неполные. А как только археологи подбираются к возможному месту захоронения Клеопатры или других выдающихся личностей древнего Египта, так сразу история о раскопках заканчивается. Раньше считалось, что это власти Египта делали с целью стать первооткрывателем. Но российские исследователи сделали сенсационное заявление. На самом деле, часть артефактов, обнаруженных в Египте, становятся достоянием тайных обществ или попадают в частные коллекции самых богатых семей мира. А если артефакт не вписывается в официальную историю, то он просто уничтожается. Один из случаев, замеченный в гробницах, выглядел так. В одной из гробниц было множество древних фигур на стенах и изображений богов и людей. Вот только боги выглядели целыми, а головы людей были разбиты и стерты. И разрушения произошли не сотни лет назад, а в наши дни. Изображения каймы платьев египетских женщин и мужчин тоже стерты, будто специально пытались уничтожить орнамент, при том, что изображение платьев сохранилось. Также археологи были свидетелями, как во время реставрационных работ египетские рабочие с зубилами стесывали древние фрески, а вместо них по трафаретам создавали новые. Так почему же уничтожаются древние фрески? Почему разрушаются статуи? Почему многие разрушения древних объектов списываются на террористические группировки, как это было в Ираке и Афганистане? Для чего так называемое мировое правительство пытается скрыть реальную историю человечества? И каким образом пополняют в своей древней коллекции самые богатые кланы на Земле? Ответ на эти вопросы я буду стараться постепенно давать в следующих видео, а пока я расскажу продолжение истории с собора Парижской Богоматери. Продолжение истории о свинцовом саркофаге Про свинцовый саркофаг я уже рассказывал в одном из своих видео и обещал рассказать подробнее об изучении этой интересной находки. А ведь действительно вскрытие саркофага оказалось интересным и с необычным продолжением. Внутри одного из саркофагов были останки каноника Антуана Делапорта, умершего в 1710 году. А во втором археологи обнаружили распиленный череп. Это был скелет всадника знатного происхождения. Ему в детстве искусственно деформировали череп, а после смерти разрезали пополам. Саркофаги обнаружили во время реставрационных работ в соборе Парижской Богоматери. За долгие годы своего существования собор подвергался реставрации несколько раз. И только благодаря эпитафии ученым удалось идентифицировать останки Антуана Делапорта, которому на момент смерти было 83 года, а умер он 24 декабря 1710 года. Он был довольно богатый и в свое время финансировал работу по реконструкции собора. К счастью, до наших дней сохранились все его кости, волосы и даже борода. Определить точно, кто был вторым человеком, у археологов пока нет возможности. Предварительно это был всадник аристократического происхождения, 25-40 лет. В церкви он не служил, умер примерно в 16 веке. Необычно, что перед захоронением его забальзамировали, что было очень редкой практикой в те годы. Возможно, и череп распилили для этой процедуры. Рядом с ним в гробу нашли останки множества разных растений, а на голове во время захоронения у него был венок из цветов, что в очередной раз доказывает, что он был непростым человеком. Однако ученые из Греции выдвинули теорию, что люди способны впадать в спячку на недели и даже месяцы. Об этом вы узнаете дальше. Человек может впадать в спячку На улице декабрь, и на большей части нашей планеты наступили лютые морозы, и улицы покрылись снегом. День стал короче, утром просыпаться нет никакого желания, идти на работу или готовить завтрак, тем более не хочется. И если бы не будильник, то мы спали бы сутками. Или нет? Вы когда-то задумывались о том, что люди могут впадать в спячку, как медведи? На территории археологического комплекса Сьерра-де-Атапуэрка раскопки проводятся уже более 30 лет. Здесь находится известная стоянка древних людей. Это место считается настоящей сокровищницей в мире археологии. Ученые изучили костные ткани древних людей и выявили для себя странную особенность. В определенный период рост костной ткани прерывался на несколько месяцев. Проще говоря, у людей замедлялись метаболические процессы. Это позволяло нашим предкам выживать в экстремальных температурных режимах и с небольшим количеством еды. А самое интересное, что такое возможно только во время длительного сна. Археологи сделали вывод, что у древних людей была возможность подать в спячку на продолжительное время, как это делают медведи, барсуки и еноты. Однако с такой гипотезой согласны далеко не все ученые. Изучив кости медведей, ученые заметили, что структура их изменений такая же, как у древних пещерных людей. Некоторые ученые считают, что отсутствие еды в холодный период не мог стать основной причиной для людей крепко спать на протяжении месяцев. Ведь сейчас есть народы, которые спокойно выживают в суровом климате, те же эскимосы. Однако у неандертальцев не было возможности делать себе запасы еды на зиму и планировать свой рацион. Мне кажется, что у неандертальцев не было своих диетологов и нутрициологов, поэтому у них была необходимость подать в спячку на долгий период времени. В современном мире существует понятие «литургический сон», которое до сих пор считается малоизученным, загадочным явлением. В состоянии литургического сна человек может пребывать дни, недели, месяцы и даже годы. Данный феномен является реакцией организма на стресс. Возможно, наши предки знали об этом явлении и специально себя вводили в состояние стресса, который позже усыплял их на долгое время. Напишите в комментариях, хотели бы вы обладать возможностью спать по несколько месяцев. Этой находке 800 миллионов лет Об этой находке не умолкали споры ученых долгие годы. На какое-то время о ней все позабыли. Люди просто устали доказывать реальность или мифичность данной находки. Одни усердно доказывали, что женщина реальна, другие утверждали, что это вранье. Однако сейчас об этой красавице снова заговорили и пытаются доказать, что женщина принадлежала к какой-то очень древней цивилизации. Но давайте обо всем по порядку. Шахтеры в районе поселка Ржавщик Тесульского района Кемеровской области, что в России, работали на глубине 72 метра. И на дне шахты обнаружили странный продолговатый предмет шириной около метра и длиной более двух. Это было похоже на герметичный ящик. И казалось бы, ничего необычного. Подняли мраморный гроб наружу и попытались его открыть. Напомню, что находку обнаружили на глубине 72 метра. Несколько дней массивные шахтеры пытались его вскрыть. Внутри обнаружилась молодая женщина, высокая, красивая, с открытыми голубыми глазами и нежной кожей. Волосы каштаново-рыжие, ногти аккуратно подрезаны. Она была погружена в прозрачную голубоватую жидкость и казалась спящей, а не мертвой. Неплохо так история пересекается с предыдущей, не так ли? Женщина была в платье, однако без белья. На женщину приходили смотреть люди со всего села и даже приезжали из ближайших городов. Чтобы лучше ее рассмотреть, ее достали из жидкости и на глазах она стала чернеть. Через короткое время она уже была похожа на обычный старый труп. Ученые, которые прибыли на это место, сразу же поняли, что такая находка способна полностью изменить историю человечества. Проведя радиоуглеродный анализ, ученые определили, что женщину погрузили в мраморный гроб и похоронили в каменно-угольный период Палеозойской эры за миллионы лет до появления динозавров, задолго до образования на планете каменного угля. Именно по этой причине гроб врос в пласт угля и оказался так и глубоко под землей. Прозвали женщину Тисульская принцесса. Говорят, что после этого события место законсервировали. Сюда съехались военные и полностью закопали шахту и закрыли сюда доступ. Шесть шахтеров, которые обнаружили принцессу, погибли при странных обстоятельствах, как это часто бывает. Ходят слухи, что рядом с этим местом находили еще подобные захоронения, но о них уже ничего не известно. Пускай именно эта история является вымыслом и ничего подобного не было. И все это байки местных сельчан. Однако реально же существует много историй о других находках, которые скрывают, которые исчезают, которые пытаются трактовать абсолютно нелогично. Значит есть же кто-то, кто пытается придерживаться одной официальной истории. Допускаете ли вы, что произошедшая с Тисульской принцессой история хотя бы частично могла быть правдой? Напишите свое мнение в комментариях под видео. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока.